Пульс Радио Новые категории и новые штрафы. Чем запомнились минувшие 12 месяцев автомобилистам? Уходящий год принес множество нововведений, причем как приятных, так и до сих пор не совсем понятных для участников движения. В целом правила стали намного жестче и это уже дает эффект. За год в республике аварийность не выросла, а число погибших и пострадавших снизилось. О самых заметных нововведениях, не обошедших своим вниманием каждого из автолюбителей в нашем материале. Поправки правил дорожного движения в 2013 году коснулись абсолютно всех участников движения – водителей, пассажиров, пешеходов. Часть из них начали действовать уже с первого дня наступившего года. Так, с 1 января исключена ответственность за управление автотранспортом без документов, подтверждающих право владения или пользования транспортным средством при отсутствии его владельца. Сразу появилась и пара серьезных нововведений на дорогах. Отныне за выезд на встречную полосу штраф 5000 рублей. И это лишь для тех водителей, которые выехали на встречку впервые, не создав при этом аварийной ситуации. За повторное в течение года нарушение водители теперь лишают прав на год. Также определены правила, касающиеся наказания водителей за право нарушения, зафиксированные дорожными видеокамерами. Лишение водительских прав в этих случаях может быть вынесено в судебном порядке. В этом году, в июле, на некоторых перекрестках Ишкаралы появились и первые знаки фото-видеофиксации. Как отмечают сотрудники дорожной полиции, этот способ обращения к водителям быть внимательнее оказался достаточно эффективным. Количество нарушений, если брать скоростной режим, снизилось на 20%. Если поподробнее расширить этот вопрос, 8 передвижных арен, которые фиксируют превышение скоростного режима, 2 стационарные, тоже превышение скоростного режима и 2 интеллектуальных перекрестка, которые фиксируют нарушение правил проезда на красный сигнал светофора и остановку у стоп-линии. С наступлением 2013 года изменения коснулись и транспортного налога. И если большая часть автовладельцев, имеющих в распоряжении не слишком мощные автомобили, налог на которые увеличился на 5-7 рублей за одну лошадиную силу, то есть в общем до 700 рублей, вряд ли почувствуют всю серьезность изменений, то налог владельцев автомобилей мощностью свыше 410 лошадиных сил в среднем теперь составит около 100 тысяч рублей в год. Немаловажным изменением в правилах дорожного движения является и окончательно принятый законопроект, запрещающий употребление алкогольных напитков в любых дозах при нахождении за рулем. Тем не менее, законодатель подчеркивает, что допустимая погрешность измерения, которая составляет 0,16 миллиграмм абсолютного этилового спирта на 1 литр выдыхаемого воздуха, это допускается. Это, можно сказать, погрешность прибора. Для каждого прибора есть свои определенные условия, должна быть определенная влажность, еще что-то, погрешность. Просто законодатель взял это, обобщил и сказал, что на сегодняшний день 0,16 миллилитров выдыхаемого воздуха мы не будем считать алкогольным опьянением. Если до этого водители под шофе могли лишиться прав на 1,5-2 года, с первых чисел сентября, кроме лишения, им грозит штраф 30 тысяч рублей. Аналогичный штраф светит тем, кто отказывается проходить медицинское освидетельствование. Если пьяный водитель вновь сядет за роль, то ему уже и вовсе придется раскошелиться. Штраф 50 тысяч. Это помимо лишения права управления авто на 3 года. В сентября ужесточение штрафных санкций затронули также и пешеходов. Отныне пересечение дороги в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора обернется им штрафом в 500 рублей. Несмотря на это, официальная статистика говорит, Переходят дорогу по правилам не все. Из-за нарушения ПДД пешеходами в 2013 году произошло более 160 ДТП, в которых пострадали более 130 человек. Еще около 40 погибли. С 1 сентября текущего года беззаботных родителей также решили наказывать рублем. Размер нового штрафа за перевозку детей без удерживающего устройства теперь 3 тысячи рублей. О том, что строгие санкции необходимы, подтверждают и регулярные проверки на дорогах. Всего в 2013-м на дорогах республики пострадали более 120 детей. Многие из них по вине взрослых. С сегодняшнего дня отменяется привязка кода региона, регистрационного знака к владельцу транспортного средства. Мнение о том, что автовладельцы, ставя на учет транспортные средства в регионе, не по месту жительства будут влиять на изменения транспортного налога, ошибочные. С 15 октября 2013 года по всей стране заработали изменения в сфере учета транспортных средств. Отныне поставить машину на учет можно в любом подразделении ГИБДД любого региона, независимо от места жительства автовладельца. Например, по месту его приобретения. При этом сразу можно получить и государственные регистрационные знаки. Ну а, пожалуй, самыми обсуждаемыми за последнее время стали новые правила выдачи водительских прав. Поправки в закон о безопасности дорожного движения вступили в силу с 5 ноября. Человек имеет право выбрать именно то, что ему необходимо в жизни. Если он не планирует управлять большим грузовиком, он проходит обучение, так скажем, на небольшой грузовик, сдаёт экзамен и получает водительское удостоверение, разрешающее управлять ему данной категорией транспортных средств. Главным нововведением стало появление новых категорий транспортных средств. Их число увеличилось до 10. Например, появилась категория М. Обладатели этих прав с 16 лет могут управлять мопедами и лёгкими квадроциклами. Появились и подкатегории. Кроме того, впервые вводится разделение на тех, кто водит автомат и механику. Однако, по словам специалистов, все эти новшества заработают в полную силу лишь в 2014-м. А значит, насколько они эффективны, покажет лишь время. Пока же автошколы продолжают работать по старой методике. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. Блиц-ФМ 105,5 Оранжевая зима В эфире Блиц-ФМ с 16 декабря В эфире Блиц-ФМ